здравствуйте дорогие наши зрительницы и подписчицы я думаю что данное видео будет интересно в первую очередь женщинам вопрос будет у нас сегодня для обсуждения это декорирование живу жилого пространства и я решила записать видео в ответ на один комментарий который я получила под видео где мы показываем нашу лестничную площадку в жилом комплексе но и этот комментарий он меня удивил в негативном плане возмутил своего рода и как-то затронул потому что на то как я рассказала что мы лично жильцы убираем наводим порядок и делаем декорации на лестничной площадке человек написал что это какой-то бред но не бред сидеть ничего и не делать в грязи воне в хламе с ненужными вещами которые копят копятся на лестничной площадке качестве примера могу сказать еще одна квартира наша где живут родители моего мужа так там в подъезд даже страшно зайти грязь вонь анти низ антисанитария даже управляющая компания которая должна наводить порядок если она что-то и делает то это чисто поверхностно как можно жить в таком подъезде психология людей такая что в квартире худо-бедно чисто и достаточно а то что за пределами квартиры тебя это не должно волновать я каждый раз пребываю в шоке когда мы приходим к родителям мужа и захожу в подъезд потому что у меня волосы дыбом встают от этой грязи и от того запаха который там стоит то есть я живу в квартире а шаг из квартиры сделала и в подъезде это что-то ужасное что делать таких случаях ну либо самим жильцам следить за порядком либо я не знаю какой еще может быть выход у нас здесь нашем жилом комплексе мы сразу себе взяли за правило что мы поддерживаем чистоту и порядок управляющая компания делает уборку редко поэтому надеется что каждый раз когда прошел дождь грязь на улице кто-то будет нам приходить убирать мы на это не надеемся мы сами наводим порядок плюс никто не отбирал у меня право украшать жилое пространство рядом со своей квартирой и согласие наших соседей рядом с их квартирой это не противоречит никаким правилам совместного проживания такая реакция человека но я смотрю это либо просто зависть потому что люди сами живут в грязи и ничего не делают и когда кто-то делает то они просто хотят ложку дегтя добавить в эту ситуацию и поумничать а сами элементарно веник лишний раз руки не возьмут чтобы сделать не говоря уже об украшениях какие украшения могут быть а второй момент который был в этом комментарии окружающим может не понравится пусть лучше будет много пространства и чисто но насчет чисто я вам уже рассказала и что это за народное творчество и вот эта фраза народное творчество она просто меня убила а мы сами кто мы разве не народ мы часть этого народа и разве народном творчестве и что-то плохое народное творчество это и музыка и песни и танцы и рукоделие и прикладное декоративное искусство что вы видите в этом плоху народ разный точно так же как разные могут быть проявления его творчество я ничего плохого в этом не вижу я вижу только плюсы потому что если мы сами не будем делать своими руками красоту не будем наводить порядок вокруг и следить никто нам этого не сделает так мы будем жить в грязи в хламе в этот который будет копиться и на площадках у нас будет хлам всевозможный если кто-то смотрит зарубежных блогеров посмотрите как в той же самой польши германии италии люди многоквартирных домах украшают свои лестничные площадки какая там чистота и порядок да там есть службы которые следят за порядком убирают но люди же сами украшают свои двери ставят что-то около своих дверей вот в этом ничего такого нет если это конечно место совместного пользования в виде какого-то садика клумбы но здесь уже нужно коллективу жильцов согласовывать какие предметы там могут стать стоять я например знаю такие истории в германии происходили когда жильцы дома судились из-за садовых гномов которые одна хозяйка поставила на территорию общего пользования и какой-то сосед был недоволен этим и не даже в суд подали и решали этот вопрос через суд убрать этого гнома или нет причем проблема в гноме была в том что он чисто не нравился визуально с точки зрения эстетики этому жильцу ну такие случаи конечно бывают что касается украшения у нас на площадке я вам показала часть коридора общего где находится наша квартира и квартира наших соседей другая часть туда мы не лезем там мы никакие украшения не ставим а то что касается вот нашего совместного пространства где проживаем мы и наши соседи здесь у нас все согласовано все одобрено нашим соседям это очень нравится когда ты приходишь на лестничную площадку и видишь что убрано стоят цветы стоят какие-то даже тематические декорации это улучшает настроение и это придает какие-то краски жизни мы так по большей части вот в россии живем большую часть года в серости отсутствие солнца отсутствие красок если мы сами еще не будем себе этого создавать настроение то это сплошные депрессии это сплошной какой-то негатив плохие мысли кто нам сделает нашу жизнь яркой и красивой только мы с вами а для того чтобы это делать нужно желание нужно время нужно это все поддерживать ухаживать за этим а многие этого просто не хотят и когда они видят что другие это делают их начинает это бесить и они начинают писать комментарий бред само слово бред ну наверное нужно подумать прежде чем написать это слово что оно означает бред может быть когда вы подумал не подумавши что-то пишете разве красивая красивая у каждого на свое каждой красоту видит по-своему разве красивая может быть бредом поэтому вот я решила записать такое видео и высказать свою точку зрения если вы этого не делаете вам не нравится но не делайте у себя здесь живу я здесь проходит моя жизнь людей с которыми я на общей территории проживаю люди довольны людям нравится люди сами стремятся к этому и помогают так в чем же здесь бред если я этого не сделаю никто этого делать не будет будет просто пустое пространство это в лучшем случае если не будет захламлено какими-то выброшенными предметами а так вот вроде бы и есть какой-то такой нюанс никому это не мешает ничего такого сверхъестественного я в этом не вижу а вот кто как украшает свое жилое пространство но это уже каждый выбирает для себя есть жильцы которые раскрашивают подъезд картинами вот раскрасить подъезд квартира картинами это уже другой вопрос картина может кому-то понравится кому-то не понравится цветок и декорацию можно убрать а вот картину что придется закрашивать поэтому здесь конечно есть нюансы кому-то нравятся животные кому-то нравятся цветы тут всем не угодишь и все-таки это более значимо а то что в нашем случае там стоят цветы веточки с пасхальными декорациями но сейчас пасха потом пасха закончится вместо зайчиков появятся муж какие-нибудь цветочки ничего плохого в этом не вижу считаю что не нужно навязывать свое мнение другим если люди стараются что-то делать красивое это наша жизнь мы здесь живем мы делаем это для себя а вам мы показываем чтоб вы могли посмотреть и кто-то может это у себя сделать кто-то может посмотреть и сказать ну вот можно так еще жить никто ж вас не заставляет точно такое же делать это ваше право но вот такие комментарии писать что бред народное творчество меня например не то что это оскорбило в плане народного творчества меня она задела я с этим кардинально не согласна народное творчество не может быть плохо ну на этом наше видео мы закончим я свою мысль до своих зрителей донесла желаю вам красоты ярких красок сейчас весна у нас готовимся к пасхе всего вам доброго и до новых встреч